Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41 канала продолжит информационная программа Воронеж. События-факты? Смотрите сегодня в выпуске. Африканская жара. Жители европейской части России ежедневно проходят испытания аномально высокими температурами. Липецкая компания, загрязняющая левый приток Воронежа реку Усмань, оштрафована. Никакого покоя. В Северном лесу вновь замечены подозрительные действия таинственных лиц. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. В МС США испытали свой новейший авианосец с огромным подводным взрывом, который вызвал землетрясение магнитудой 3,9 у восточного побережья, как видно на кадрах, опубликованных в пятницу. Испытание проводилось с целью проверить, выдерживает ли судно военные условия. Землетрясение магнитудой 4 балла было зарегистрировано геологической службой Соединенных Штатов в 160 километрах от побережья Флориды. США. Часть Северной Каролины затоплена. Улицы Элизабет-Сити в Северной Каролине были частично затоплены после сильного дождя и шторма Кладет в понедельник. В городке Килдевил-Хиллс начальник океано-спасательной службы Дэвид Элдер сказал, что они не были уверены, как Кладет изначально собиралась воздействовать на них, поскольку статус шторма постоянно менялся. При максимальном устойчивом ветре 45 километров в час путь Кладет унес жизни по меньшей мере 13 человек в Алабаме. Германия. Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер во вторник возложил венок к советскому военному мемориалу в берлинском районе Панков. Церемония посвящена памяти жертв нацистского вторжения в Советский Союз, произошедшего 80 лет назад, 22 июня. Мемориал Шанхольцера Хайде – один из крупнейших советских мемориальных комплексов в Берлине, где похоронено более 13 тысяч офицеров и солдат Красной Армии, погибших в Берлинской битве в 1945 году. Акция памяти жертв Великой Отечественной войны прошла у русского дома в Берлине во вторник, ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года. Нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Кульминацией памятного мероприятия стал запуск в небо над Берлином почти полутора тысяч воздушных шаров в форме голубей. По задумке организаторов, каждый голубь, взмывший в рассветное небо, символизирует один день Великой Отечественной войны. Цель данного мероприятия также заключается в том, чтобы напомнить о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Бранте, который сказал, что никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли. В памятной акции приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители посольств стран бывших республик СССР, представители Сената Берлина района Берлин-Митте, депутаты Госдумы Российской Федерации, руководители общественных и политических организаций Германии, а также жители немецкой столицы и другие. Ежегодно День памяти и скорби отмечается в России и за ее пределами в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня. В этот день проходят памятные мероприятия и общенациональные акции, призванные почтить память воинов, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. Швеция. Шведский парламентарий Пер Арне Хаккенсен посетовал на то, что премьер-министр Штефан Лофен стал первым в своем кабинете, кто потерял вотум доверия, принесенное оппозиционными законодателем в Стокгольме в понедельник. Выступая возле Риксдага, где ранее в тот же день вошел в историю Левин Хаккенсен, представитель Социально-демократической партии премьер-министра отметил, что очень важно, чтобы премьер-министр мог вернуться как можно скорее, чтобы он мог продолжить все эти реформы. Великобритания. Протестующие против блокады столкнулись с полицией в центре Лондона в понедельник, когда правительство, как ожидается, сделает заявление о том, следует ли приступить к заключительной фазе ослабления блокады в Соединенном Королевстве. На Проламентской площади демонстранты дрались с полицейскими. По меньшей мере один протестующий был арестован. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что будет осторожен в снятии ограничений, поскольку до сих пор не ясно, насколько защищено население от потенциального нового всплеска случаев заболевания COVID-19, а также распространение нового варианта дельта-вируса. 21 июня было назначено самой ранней датой начала четвертой стадии процесса разблокировки, связанного с COVID, позволяющей пабам, клубам, театрам и кинотеатрам работать без ограничений вместимости, вновь открываться ночным клубом и отменять ограничения на общественные собрания. Антиблокировочные протестующие собрались в центре Лондона в понедельник, поскольку правительство, как ожидается, сделает объявление о том, следует ли продолжать заключительную фазу ослабления блокады в Англии. Можно было видеть, как активисты скандируют против правительства на Даунинг-стрит и маршируют в сторону парламентской площади в нарушении правил коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что будет осторожен в снятии ограничений на коронавирус, поскольку до сих пор не ясно, насколько защищено население от нового всплеска случаев заболевания COVID-19, а также распространения нового варианта дельта-вируса. 21 июня было установлено в качестве самой ранней даты для приведения в действие четвертого этапа процесса разблокировки, связанного с COVID, позволяющего пабам, клубам, театрам и кинотеатрам работать без ограничений по вместимости, ночным клубам вновь открываться, а ограничения на общественные собрания должны быть сняты. Франция. Полиция Нанте применила слезоточивый газ для разгона импровизированной уличной вечеринки в понедельник. Это произошло после того, как около тысячи демонстрантов прошли маршем в честь коньяко, утонувшего в Луаре во время полицейского рейда на фестиваль в 2019 году. Полиция вмешалась после того, как отдельный митинг позже, в тот же день, превратился в свободную вечеринку с десятками участников. В этом году фестиваль был в значительной степени запрещен из-за ограничений COVID-19. Иран. Глава иранской судебной системы и избранный президент Раиси твердо заявил, что не будет встречаться с президентом США Джо Байденом во время его первой пресс-конференции в Тегеране в понедельник. На вопрос иранского журналиста, встретится ли президент Раиси с президентом США. Если санкции будут сняты, Раиси коротко ответил «нет», призвав США незамедлительно выполнить свои обязательства, отменить все санкции и показать свою честность, сняв санкции. Раиси также заявил, что Иран всегда будет поддерживать угнетенную Палестину. Глава судебной системы и консервативной священнослужители Раиси победил на президентских выборах в Исламской республике при явке избирателей в 49% в пятницу. Восточный Иерусалим. Израильские войска были вызваны для того, чтобы разнять потасовки, произошедшие в понедельник между палестинцами и израильскими поселенцами в районе шейх Джара в Восточном Иерусалиме. Согласно местным сообщениям, палестинцы и израильские поселенцы швырялись друг друга стульями, их пришлось физически разлучить. Согласно сообщениям в ходе последователей конфронтации, израильские силы применили светошумовые гранаты и водометы, в результате чего по меньшей мере два палестинца были арестованы и 20 ранены. Один из них был замечен без сознания, когда на него надели наручники силовики. Израильские силы также, сообщается, штурмовали некоторые дома. Государство Палестина. Протестующие подожгли шины и несли факелы во время митинга в городе Бейта на оккупированном западном берегу в понедельник. Митинг является частью продолжающихся демонстраций против поселенческой деятельности Израиля в этом районе. Эту ночную неразбериху мы круглосуточно творим против поселенцев армии и покровителей поселенцев. С Божьей помощью мы вас выгоним, заявил протестующий Махмуд Хамаэль. Сообщается, что несколько протестующих получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами. Демонстранты протестуют против строительства поселения на близлежащей горе. Протестующие говорят, что этот шаг является первым шагом к захвату всей территории. Официальный представитель МИД Китая Джао Элицзянь раскритиковал на пресс-конференции в Пекине в понедельник тайванское правительство за предполагаемые попытки заблокировать доступ жителей острова к материковым антиковидным вакцинам. Власти ДПП пытались всеми способами воспрепятствовать поставкам вакцин с материка на Тайвань, а также ложно утверждали, что континент препятствует закупкам вакцин тайванем, сказал представитель Министерства иностранных дел Джао Элицзянь. Ради своих политических интересов власти ДПП продолжают заниматься политическими манипуляциями в знак протеста и сотрудничества, что является пренебрежением к жизни и здоровью тайванских соотечественников и нарушает основной гуманитарный дух, добавил Джао Элицзянь. В США они однократно размазывали грязь и нападали на Китай не более чем для того, чтобы сдержать развитие Китая и для того, чтобы обвинить себя в борьбе с эпидемией, заключил свое выступление для прессы Джао Элицзянь. Обе стороны уже несколько месяцев обмениваются обвинениями в отношении вакцинации против коронавируса. Пекин также обвиняет власти ДПП в том, что они отказываются признавать тайваньцев, получивших уколы на материке вакцинированными. Тайвань, с другой стороны, обвиняет Китай в том, что он заблокировал попытку Тайваня приобрести дозу вакцины BioNTech. Бразилия. Местные жители пришли в Сан-Паулу, чтобы отдать дань памяти тысячам жертв COVID-19 в стране в понедельник. Вместе с религиозными лидерами и другими активистами мы вышли сегодня на улицы в память о людях, которые погибли в этой печальной отметке в 500 тысяч смертей в Бразилии. Сегодня очень тяжелый день в нашей истории, и это не может пройти незамеченным, сказала одна из присутствующих Сара. Бразилия зарегистрировала более 502 тысяч случаев смерти от COVID-19 с тех пор, как пандемия поразила страну и почти 18 миллионов случаев заболевания, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Новости ближнего зарубежья. Сторонники, исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, собрались в Ереване в понедельник, когда результаты досрочных парламентских выборов показали победу партии «Гражданский договор». Во время выступления Пашиняна аплодировали несколько тысяч сторонников. Во время митинга Пашинян получил символический стальной мандат в качестве отсылки к своим предыдущим словам о необходимости стальной революции с верховенством закона. Ранее в понедельник центральная избирательная компания Армении объявила, что действующая партия Пашиняна победила на выборах. Внеочередные парламентские выборы состоялись 20 июня. В выборах приняли участие кандидаты от 21 партии и четырех политических крыла. С тех пор, как Пашинян подписал при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, страна стала свидетелем многомесячных протестов против него. 25 апреля Пашинян ушел в отставку и стал временным премьер-министром. Военно-историческая реконструкция первого дня Великой Отечественной войны прошла под Брестом на Кобринском укреплении во вторник утром. В акции приняли участие около 300 человек из Белоруссии, России и стран Балтии. Более тысячи зрителей пришли посмотреть на театрализованное представление. В мероприятии также была задействована военная техника времен войны. Ежегодно День памяти и скорби отмечается в России и за ее пределами в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня. В этот день проходят памятные мероприятия и общенациональные акции, призванные почтить память воинов, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. Российские новости. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент России Владимир Путин призвал провести осенью выборы в Государственную Думу прозрачно и открыто. Об этом он заявил во время выступления перед депутатами ГД 7-го созыва в понедельник. До выборов меньше трех месяцев и наша общая ответственность провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывало сомнения легитимности ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей Восьмой Думы объективно отражал волю людей. Суверенный выбор граждан России, подчеркнул президент. Кроме того, Путин отметил, что в ходе парламентских выборов должна наблюдаться естественная конкуренция. Однако она должна выражаться в цивилизованной предметной дискуссии, без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути, обещаний. Также глава государства выразил уверенность в том, что граждане России поддержат те партии, которые считают своей высшей ценностью служения интересам России. Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Данный вариант, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, является наиболее приемлемым и безопасным в условиях пандемии коронавируса. Всего в парламент будут избраны 450 депутатов, 225 будут выбраны по одномандатным избирательным округам и 225 кандидатов будут выдвинуты от политических партий по федеральному избирательному округу. Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. Россия намерена в ближайшее время обсудить с Турцией тему затягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в Москве. Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь, пояснил дипломат. В свою очередь Шмидт подчеркнула, что как генсек сделает все для мирного разрешения украинского конфликта. Это станет возможным, если все стороны, подписавшие минские соглашения, вновь подтвердят свои обязательства и возьмутся с новой силой за их исполнение, добавила она. Лавров также прокомментировал победу партии, использующей обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиня на гражданский договор в досрочных парламентских выборах. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, когда там будет правительство, сказал министр. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ выразила благодарность России за работу по регулированию армяно-азербайджанского конфликта. И я уверена, что дальнейшее взаимодействие в формате сопредседателей и использование площадки ОБСЕ для диалога может укрепить перспективы по достижению мира, подчеркнула Шмидт. Помимо этого, Лавров отметил, что вопрос о влиянии санкций Евросоюза на свободу СМИ заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. Тем более, что непонятно, почему уголовные дела заведены за те провинности, которые, по мнению Евросоюза, допустили журналисты «Спутника» и «Балтньюз», заключил он, комментируя задержание семерых сотрудников информационных порталов в декабре прошлого года в Латвии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Хорте Ариаса дали совместную пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Москве во вторник, 22 июня. Высокопоставленные дипломаты обсудили широкий круг двусторонних вопросов и текущие события в Венесуэле и Латинской Америке, уделив свое особое внимание о борьбе с распространением ковид-19. На повестке дня глобальные и региональные вопросы сотрудничества в рамках ООН и других международных площадок. В Москве на площади перед Музеем Победы прошла акция «Свеча памяти». В полночь во вторник ветераны военнослужащие и волонтеры зажгли 1418 свечей. Ровно столько длилась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года. На фасаде здания Музея Победы также появилась 20-метровая видеоинсталляция. Ежегодный День памяти и скорби отмечается в России и за ее пределами в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня. В этот день проходят памятные мероприятия и общенациональные акции, призванные почтить память воинов, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края в поселке Новомихайловка на трассе Е-97 Джугба-Сочи, сообщает МЧС России. Уточняется, что после столкновения один из них загорелся. В настоящее время пожар полностью ликвидирован с привлечением 25 человек и 9 единиц техники. Новости нашего региона. Новая рабочая неделя началась для Воронежа аномальной жарой. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в регионе, да и в целом в европейской части России, выше климатической нормы на 7 и выше градусов. В свою очередь Роспотребнадзор выступил с просьбой сократить рабочий день из-за жары. К чему еще себя готовить воронежцам узнавала Галина Жукова. Не ходите, дети, в Африку гулять. Похоже, эта фраза классика утратила свою актуальность. Африканская жара пришла к нам сама. На этой неделе погода обещает быть по-настоящему знойной. Синоптики говорят, что июньское солнце на безоблачном небе продолжит безжалостно палить. Пока практически почти до конца месяца надо готовиться к аномальной жаре. На перспективу на ближайшие дни. Жаркая погода, сильная жара от 34 до 39, как в Воронеже, так и по области. Без осадков. Кратковременные дожди возможны, но не раньше выходных. На субботу-воскресенье намечается какой-то заток с Черного моря, какой-то более увлажненным воздухом. И большая вероятность, что при такой жаркой погоде, при больших таких неустойчивых атмосферах, возможно образование по Воронежской области местами куча дождевой, грозовой области. Из-за аномальной жары Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям снизить нагрузку для своих подчиненных. Так, если температура воздуха в помещении повысилась до 20,5 градусов, рабочий день надо сократить на час. Если же столбики термометров поднялись до отметки 29 градусов, то трудовая деятельность должна завершиться на 2 часа раньше, а при температуре 30,5 градусов – на 4. Тут сейчас сколько там еще времени не дошло до максимального пика, а в помещении уже находиться тяжело. А при максимальном пике, оно будет где-то в 16-17 часов, будет очень тяжело в помещениях, которые без кондиционера или непроветримых, или без вентиляторов. В это время советуют эксперты лучше воздержаться от длительного нахождения на солнце. И по возможности быть ближе к водоемам. Не стоит делать это – пить алкогольные напитки. Это очень вредит. Значит, находиться долго на жаре без головного убора. Находиться долго в непроветриваемых помещениях. Надо вставать, проветривать или как-то по кондиционерам. И, значит, что стоит делать – это пить побольше жидкости. К слову, подобная аномалия с погодой для европейской части России нетипична. Но в последнее время погода, как капризная барыжня, ведет себя самым непредсказуемым образом. Раньше это было нетипичное явление. Но после 2010 года практически вот такие вот блокирующие антициклоны, жаркие, малоподвижные, нас пущают практически каждый год. В прошлом году не было. В этом есть. В следующем году, может быть, не быть. Но через год, может быть, это надолго чувствуется навсегда, так как произошло уже изменение климата. Из-за вмешательства человека в природу и загрязнения окружающей среды нарушается защитный озоновый слой. Именно озон защищает Землю от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, идущих от Солнца. Результатом разрушительной деятельности человека стало появление озоновых дыр. Множество фабрик, заводов, ТЭЦ выбрасывают в атмосферу злополучный хлор, который усиливает разрушение защитной оболочки Земли. Последствия расширения озоновых дыр человек уже испытывает на себе. Вследствие усиленного ультрафиолетового излучения у людей может развиваться рак кожи, нарушается иммунная система. Климат изменился, соответственно, климат изменился не сам по себе. Изменился за счет человеческих рук. Как говорится, мы сами себе изменили климат за счет увеличения заводов, фабрик, за счет неконтролируемых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Атмосфера-то, она все-таки не вечная. Где-то прошло разрушение озонового слоя. И нам природа и за это вместит. По прогнозам синоптиков, спад температуры наступит не раньше следующей недели, когда плюс 25 нам покажутся сущим раем после африканской жары. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. 3 миллиона штрафа от такую меру наказания присудили липецкой компании, загрязняющей реку Усманку. По решению суда, фирма из Липецкой области овощи черноземья наказана на 3 миллиона рублей. Напомним, из-за несанкционированного сброса отходов в реку Усманку в 2020 году на территории Воронежской области случился массовый мор рыбы. Это подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. После проверки Липецкой природоохранной прокуратурой агропредприятия стало известно, что в период с января по февраль 2021 года овощи черноземья сбрасывали загрязненные источные воды в Усманку на протяжении 235 часов. Также ранее на 4 миллиона рублей был оштрафован Липецкий водоканал, допустивший сброс канализационных стоков в реку, протекающую по территории двух соседних регионов Липецкой и Воронежской области. Елена Цветкова, 41 канал. Ночью 22 июня шум тяжелой техники напугал жителей Северного микрорайона. По словам автора, размещенного в соцсети видео, в полночь в районе улиц Мордасова и Владимираневского внезапно раздался рев бензопилы. Также он прокомментировал, что это незаконно пилят деревья. В комментариях под видео появились замечания о нелегальной рубке вековых исполинов. Такое мнение уже опровергли местные активисты. Оказалось, это всего лишь плановая уборка валежника. Эту информацию подтвердили в отделе особо охраняемых природных территорий регионального департамента экологии и природных ресурсов. Новые деревья не пилили, заявили в ведомстве. По поручению губернатора Александра Гусева, рабочие устраняли порубочные остатки. Работы проводились ночью, видимо, для того, чтобы никому не мешать. Елена Цветкова, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»